Надежда Рыбакова – мама двоих детей. Собрать ребенка в школу или подготовить в детский сад – всегда большие расходы, говорит девушка. Поэтому социальные выплаты от государства – весомая поддержка. Это был большой плюс для нашей семьи. Хотели ребенку купить, например, велосипед, никак не получалось как-то отложить, потому что еще ипотека. В итоге большой плюс, подспорье, так скажу. О положенных социальных выплатах Пермяков информирует в региональном центре социальных выплат и компенсаций. Местный колл-центр консультирует граждан по приему документов для назначения соцподдержки. В месяц сюда поступает порядка пяти тысяч звонков. С работой центра ознакомился глава региона Дмитрий Махонин. До пятидесяти звонков бывает больше. И какие часто задерживаемые вопросы? Выплата с трех до семи лет. Выплата с трех до семи лет. Понятно. Вопрос поддержки семей с детьми в Прикамье стал ключевой темой обсуждения на состоявшемся заседании краевого правительства. На сегодняшний день в регионе действует более 40 мер поддержки семей с детьми. В первую очередь они направлены на повышение финансовой стабильности, чтобы люди чувствовали позитивные изменения уже здесь и сейчас. Защита семей это важнейшая часть нашей работы и социальной политики государства и региональной политики. Сегодня в Пермском крае проживает более 350 тысяч семей с детьми и 42% из них получают различные меры поддержки. В текущем году на эти цели выделено 22 миллиарда рублей. Сумма очень серьезная. И, в общем-то, на 3,5 миллиарда рублей мы увеличили меры поддержки. Кроме того, с 1 июля в регионе, как и по всей стране, доступны дополнительные пособия, касающиеся беременных и детей в возрасте от 8 до 16 лет. Заявить свое право на получение можно дистанционно. Система абсолютно готова. Администрируют данные выплаты дополнительные. Пенсионный фонд Российской Федерации. Вы наверняка видели уже на портале госслуг. Уже есть форма заявления автоматически. Только надо нажать кнопку «Направить заявление». Поэтому все максимально автоматизировано. Особенно в поддержке нуждаются многодетные семьи. К примеру, пермская семья Абакшиных воспитывает 14 приемных детей. В том числе, благодаря господдержке, у детей есть все необходимое. В этом году семья одержала победу в окружном конкурсе «Успешная семья при Волжье-2021». Мы получили огромное удовольствие от этого конкурса. Спасибо Пермскому раю за поддержку. С победой семью поздравил и глава региона. И в качестве поощрения пригласил Абакшиных посетить вместе с ним любое пермское спортивное мероприятие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!